Друзья, доброе утро. 11 часов, всем большой привет. На вебинаре, это у нас финальный вебинар из цикла, цикла «Оставайтесь в бизнесе». Меня зовут Михаил Беляев, я руковожу представительством 1S Bittrex в Санкт-Петербурге. Сегодня мы с вами на ближайшие полтора часа вместе, и мы сегодня смотрим на тему продажи в мессенджерах. Я чуть-чуть организационных моментов дам в начале, прежде чем мы пойдем внутрь этой темы и углубимся в нее. Ближайшие полтора часа будет у нас вебинар, который состоит из двух частей. В первой части, в большей степени, такой смысловом подходе к продажам в мессенджерах, мы поговорим о том, что нужно делать в мессенджерах, какие там есть правила, какие есть ошибки, что делать нужно, что делать не нужно, что хорошо работает на продаже, что не очень работает. Посмотрим на некоторых примерах и на общих принципах, насколько это применимо к вам. Во второй части мы посмотрим с точки зрения технологий, как же это взаимодействие с пользователями в мессенджерах сделать удобным и для них, и для нас. Мы будем смотреть на Bittrex 24, на интерфейсную часть, посмотрим в разных сценариях, как сделать удобным и прием диалогов, и коммуникацию внутри, что потом можно делать с пользователями, когда они оказались у вас внутри CRM-системы, какие есть инструменты в помощь вам, как можно чуть-чуть автоматизироваться, сделать свою жизнь попроще и поприятнее. У нас будет два спикера, два эксперта. Я буду сегодня их представлять. У нас вот в эфире появляется уже Виталий. Виталий Говорокин, маркетолог, человек, который работает и в маркетинге, и в продажах, но что самое важное сегодня, человек, который очень круто разбирается в теме мессенджеров. У Виталия есть книга с классными рекомендациями, правилами. Я знаю, что книга регулярно обновляется, потому что мессенджеры штука динамичная. У нас уже что-то новое появилось, и даже когда мы презентацию готовили, Виталий за пару дней говорит, смотрите, новые кейсы, давайте мы добавим, сделаем что-то свежее, интересное, поэтому сегодня кейсами классными поделимся. Итак, сегодня в ближайшие минут 40 я вас передаю Виталию надежные руки для того, чтобы поговорить про продажи в мессенджерах. Что делать, что делать не нужно. У нас есть чатик для вопросов, вот где вы сейчас знакомите и передаете друг другу приветы. Я за этим чатиком буду подсматривать, и самые интересные вопросы я вытащу для того, чтобы в конце выступления Виталия самое интересное собрать и поотвечать на них. Итак, тогда я свою часть вводную завершаю, слово передаю Виталию. Спасибо, Михаил. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня сейчас? Поставьте плюсик, если меня сейчас слышно. И видно ли первый слайд презентации? Окей, спасибо. Начинаем. Спасибо за представление. Сразу меня прорекламировали про книгу, это все потом. Сегодня мы поговорим про то, куда трансформируются продажи, почему сейчас навык продаж-переписки, ну, must-have для разных сегментов. Кратко обо мне. С 11-го года я в маркетинге-продажах, были разные сферы, B2B, B2C, интернет-маркетинг, товары. Сейчас преимущественно занимаюсь консалтингом. Сегмент целевой – это B2B-бизнесы, там занимаемся длинными проектами. Но с 15-го года я начал структурировать свой опыт в теме убеждения текстом. Потому что когда я начинал в маркетинге работать, ну, там, в 11-м, 12-м году, тогда были так называемые популярные продающие тексты, там, лендинги делал, рассылки. Ну, и тогда стало понятно, что там, ну, хороший текст убеждает. Но в те времена мне говорили, Виталий, если ты не звонишь клиенту, ты ничего никогда не продашь. Это было справедливо, потому что все было достаточно стандартно, звонки, встречи. Но сейчас, когда появились мессенджеры, роль текстовых коммуникаций выросла в продажах. Михаил, только у вас нет звука. Напишите, пожалуйста, есть ли сейчас звук. Есть, значит, что-то у Михаила. Будет ли сегодня что-то новенькое? Всегда, когда мы приходим на вебинары, задается такой вопрос внутри. Ну, вот сегодняшний спикер скажет что-то новенькое. Сегодня он есть у вас, я точно знаю. Смотрите, сегодня мы будем разбирать, с моей точки зрения, базу. Но смотрите не на то, что вы еще никогда не слышали, а на то, что реально происходит в ваших проектах, на то, что делает ваша команда продаж. Как правило, можно найти точки роста даже в базовых вещах. У меня усложнила задача, потому что сегодня здесь присутствуют и B2B бизнес, и B2C. Алгоритмы продаж разные, чеки разные по сравнению с B2C. Поэтому презентация получилась такая общая, но в ней есть пример. Если B2C предложит сделать что-то специализированное, там, для B2B, например, может быть, чуть позже это сделано. Поэтому фокусируйтесь сегодня не на том, что вы никогда не слышали, а на том, что не делает вы или ваша команда. Вот некоторые тезисы, которые сегодня будут. Поговорим вообще на какие процессы текстовых коммуникаций следует обращать внимание, если вы хотите извлечь результаты в деньгах из ваших коммуникаций с потенциальными клиентами. Какой тренд есть сейчас? Это уже не будущее, это уже настоящее. Раньше в бизнесах работало один-два канала коммуникаций с клиентами. Например, только звонки. Когда я работал в агентстве интернет-маркетинга в 2012 году, SEO-продвижение, здравствуйте, нужно ли вам продвижение сайта, давайте мы вам аудит сделаем и прочее. Сейчас, с моей точки зрения, нужно, скажем так, окутывать клиентов разными каналами коммуникации, куда входит телефон, встреча, мессенджеры, соцсети. Рассылки, обучающие контент, вебинары и работать мультиканально. Потому что если мы сейчас, допустим, не используем мессенджеры для системной активной работы, у нас часть целевой аудитории, ну, как бы, мы становимся как бизнес для нее неудобным. И из-за этого мы не зарабатываем деньги. Я ни в коем случае не говорю, что продажа в переписке там заменяет полностью встречи и звонки. Она всего лишь дополняет ваш алгоритм продаж такой, ну, рабочей некой моделью или так вот, ну, некий пазл новый вставляется в ваш алгоритм продаж. Поэтому переписка – это не замена, это дополнение. Но ее нужно делать нормально. Роль… Сегодня я, скажем, расскажу про некую ручную отработку лидов. То есть как конкретно, что писать, там, как выявлять потребности и прочее. У вас возникнет вопрос, неужели это нельзя автоматизировать? Автоматизировать можно много чего. И тут нужно понимать, сколько у вас лидов и какова ценность каждого лида. Потому что если ценность вашего лида стремится… То есть если у вас лиды дорогие, вам нужно больше персонализации, может быть, ручной отработки. Скажите, только у Федорова нет звука? Ладно, это какие-то проблемы отдельных людей. Если у вас лидов очень много, у вас автоматизация, то персонализации, естественно, будет меньше. Но, тем не менее, она должна быть хотя бы по сегментам, хотя бы, ну, с точки зрения маркетинговых коммуникаций. Сегодня ребята из Bittrex расскажут как раз как автоматизировать. Я покажу, как именно вот концептуально, индивидуально отрабатывать текстовые лиды. И первая точка роста, которую хочу рассказать, нужно серьезно относиться к текстовым лидам. Когда мессенджеры были не развиты, были только онлайн-чаты, было следующее мнение, что текстовые лиды, текстовые обращения – это не лиды, это какие-то конкуренты пишут, пробивают цену, там ничего не купят, какие-то шальные вопросы. Сейчас целевые клиенты вполне могут писать в Инстаграм и никогда не звонить по телефону. Соответственно, если провести ревизию всех текстовых коммуникаций, возможно, там будут дополнительные резервы в отработке. То есть, можно сказать, ну, там в Инстаграм писал 10 человек, вроде ни о чем. Если детально проанализировать, что спрашивали, как с ними общались менеджеры, можно увидеть, что там были потенциальные клиенты, просто им скинули ссылку на сайт, и это проблема. И поэтому, в первую очередь, стоит изменить парадигму. Не просто отвечать на вопросы в формате чата, а продавать, управляя этим текстовым диалогом. Потому что лид «Здравствуйте, сколько стоит» можно отработать по-разному. Сегодня мы об этом поговорим. Вот, например, в 2018 году я выступал там в Сколково на конференции для фитнес-индустрии. Там было какое-то половинчатое настроение, что, ну, типа, в Инстаграме непонятно там, что идет. Кто хочет купить фитнес-карту, тот звонит и приходит. Потом Инстаграм-канал стали перепоручать сейлс-менеджерам, отнимать его у маркетологов, которые просто скидывали цену, например, и так далее, и так далее. То есть еще там несколько лет назад, например, в фитнес-индустрии Инстаграм заведовали маркетологи, которые не отвечают за отработку лидов и за продажи. Соответственно, мы поговорим сегодня, как начать продавать, а не просто что-то отвечать клиентам. Вот месяц назад я заказывал кое-какой мерч из интернет-магазина в Америке одного там известного спикера. И вот на вопрос там «Здравствуйте, хочу купить пару футболок, доставляются ли вы в Россию?» Они ответили «Да, мы доставляем». И продолжения коммуникации не было. Если у них огромный поток лидов, им лид на 50-100 долларов не важен, это нормально. Но если вот ваши СЛЗ отработают таким образом, то есть здесь нет попытки оформить корзину, попытки сделать повторные касания, и я был теплый, то получается, что такой текстовой лид, его потенциал не реализуется. Что можно было сделать в данном случае? Спросить примерную сумму заказа, сказать, что футболки крутые, отлично носятся, назвать сумму доставки до России и сделать закрытие «Давайте сейчас оформим». А здесь вот то, что я говорил, они просто ответили на вопрос. Доставляете в России? Да, доставляем. Если у вас сейчас текстовые коммуникации проходят таким образом, скорее всего, есть потенциал роста выручки с этого канала коммуникаций. Первое задание, которое я вам дам, чтобы вот вебинар не было очередным какой-то такой лекцией, которую можно там фоном прослушать, если вам действительно нужно прокачать этот вопрос, то сделать ревизию чатов, которые у вас сыпятся в вашу компанию. Я не знаю, есть ли у вас CRM-система, либо какие-то хаотичные Google-таблицы, неважно. Сведите все в одно, сделайте вот подобную ревизию. Сколько вы получали чатов, на чем остановились, прогноз суммы и следующий шаг. То есть везде ли вы сделали попытку закрытия сделок, везде ли вы уточнили потребности или попробовали сделать апсейл. То есть вот, во-первых, вы увидите, сколько у вас чатов приходит, как их отрабатывает ваша команда и какой следующий шаг может быть. Потом можно сгруппировать. Вот такой вот, это хаотичный пример, здесь цифры абстрактные, что вот, ну, здесь для e-commerce пример, что вот был неоплаченных корзин, суммы 100 тысяч, кто-то интересовался конкретным товаром, и пропали. То есть можно получить структурированный потенциал вот этих чатов. То есть что на самом деле вот в этом потоке чатов есть? Знаю, что у Bittrex есть там возможности фильтровать, закрытый диалог, открытый, вот проверить скорость ответа и так далее, и так далее. Это то, с чего стоит начинать. Я не знаю, сколько у вас следов, в день идет 5, 50. По моей практике качественно отрабатывать руками чаты примерно можно до 50 диалогов в день, где можно выявить потребность, сделать попытку закрытия. Второе, на что нужно обратить внимание, это на скорость реакции. Скорость реакции на текстовые запросы от них зависит вероятность сделки. Если у вас нет автоответов в вечернее время, в ночное, если вы в течение рабочего дня отвечаете там несколько часов в социальной сети, то, скорее всего, клиенты уходят туда, где продают то же самое, но отвечают быстрее. Вот пример хорошей отработки. Сначала нет, сначала пример про слив бюджета. Некая компания, продающая автообвесы, бампера, пороги для внедорожников с чеком 15-20 тысяч рублей, закупила рекламу, таргетовую рекламу с триггером написать в чат. Получили там, не помню сколько, 40 или 50 лидов. Типа, сколько стоит обвес, там, расскажите, что у вас есть для моей машины и прочее. И отрабатывали их в течение пяти часов в рамках рабочего дня. Ни одна сделка не была закрыта, то есть заминусовалось 100 тысяч рублей менеджеры, потому что обрабатывали эти лиды по остаточному принципу. Автоответов не было, первичного сбора контактов не было. И, соответственно, что чувствует клиент, когда долго реагирует на запрос, что если они так лениво работают до того, как взяли мои деньги, что же потом будет с процессом обслуживания моего заказа? Сколько он будет идти? Может быть, они также будут долго все доставлять, может быть, что-то сломать? То есть это еще одна мысль, что процесс продажи влияет на восприятие вашего товара или услуги. Это отдельные сервисные вещи. Их стоит принимать внимание. Вот хороший пример. Несколько дней назад вечером я написал в один дотеллинг-центр, мне нужна химчистка, салон и машина. В 9 вечера я почти написал, в течение пяти минут мне ответили, и быстро меня забронировали на четверг. Это очень правильно, потому что это сервис. Если ваши сотрудники уже не работают в 9 вечера, могут быть автоответы, но здесь важно, что есть некая реакция. Что ты написал, и не в никуда это все ушло, а компания на связи. Я могу сказать, что у меня тоже многие переговоры, там иногда проходят вечером. Ну так, кусочки переговоров в мессенджерах, и стараюсь быть на связи с клиентами и показывать скорость. Скорость реакции влияет на конверсию вероятности покупки. Кстати, вот, завершая эту мысль, если можно вот через Bittrex настроить, мониторьте среднюю скорость реакции на первичное обращение клиентов, прям введите отдельную статистику и контролируйте ваших менеджеров, потому что там тоже могут зарытые вещи быть, которые, ну, сильно снижают результат. Следующее, про страх неправильного выбора. Когда мы просто отвечаем на вопросы клиента, не помогаем ему выбрать лучшее решение, просто даем информацию о товаре, мы не работаем с страхом неправильного выбора, страх принять неверное решение. Он очень силен, и если мы вспомним даже свой опыт, с большей вероятностью мы покупали у селзов, которые, ну, помогают подобрать какой-то вариант, и, может быть, даже отговаривают от того, что мы изначально просили. Это называется, там, консультационные продажи. Я рекомендую в каком-то виде, может быть, усеченном, использовать это в мессенджерах в том числе. Как раз сейчас про это поговорим. То есть упрощенно можно пояснить, что транзакционный подход, сколько стоит товар, товар стоит столько-то рублей, ответили на вопрос, все. Второй подход, что мы, там, расскажите о ваших задачах, выберу лучшие варианты. Безусловно, есть очень простые типовые товары, где будет это избыточно, это, как бы, загрузить людей. Вот, может быть, кто-то сейчас в комментариях напишет, Виталий, что ты говоришь, какие лишние вопросы, просто скинь цену. Бывают разные ниши. Вот смотрите, пример. Есть магазин Skif Music, музыкальные инструменты. Когда-то здесь работал, занимался маркетингом, там, и залезал в том числе в продажу. Борис Колесников, привет, если ты это слушаешь. Здесь есть, там, 6-8 сегментов целевой аудитории, из которых, там, два. Хорошо разбираются, какие гитары существуют, какие им нужны. То есть они просто смотрят. Модель, цена. Есть сегменты аудитории, которые покупают ребенку в подарок гитару. И если им просто назвать цену, которую они какую-то первую попавшуюся гитару нашли в интернет-магазине, и потом даже это все продать, может получиться так, что человек получит не то, что ему нужно, не то, что нужно его ребенку. И здесь мы внедряли небольшой перечень первичных вопросов, которые уточняли, там, вы для себя или в подарок, какой у вас опыт, какие задачи, там, хотите в студии писаться или дома просто что-то разучивать, уделять времени хобби. Это вызывает больше доверия такой продавец, тем более, что продавцы хорошо знали товар, и товар могли его вкусно презентовать. И когда они знакомились с клиентом, в том числе даже через диалоги ВКонтакте, появилось вот то, что называется установление контакта в продажах, и работал консультационный подход. Кроме того, удавалось вытащить дополнительную информацию про потребности, что помогало в дальнейшем сделать правильный апселл. И вот в данном примере консультационный подход в продажах эффективен. Здесь вот действительно именно через группу ВКонтакте заметная доля выручки проходит. Вот, ну, пример, как когда-то было, да, то есть сколько стоит гитара, какая вот эта, 25 тысяч рублей, спасибо. Этот, такая подача будет работать только на аудиторию, которая точно знает, что нужна эта модель, им нужна цена. Такие клиенты, аудитория состоит не только из таких потенциальных клиентов. Соответственно, что чувствует клиент? Клиент чувствует стандартный подход. Мы не помогаем принять решение. Если клиент сомневается в выборе, мы не помогаем ему как бы успокоиться, сказать, что все хорошо. Ведь вспомните себя, иногда мы не уверены в покупке, все равно ее берем, какое-то такое ощущение создается не очень, и продается, как бы никак с этим не работает. Соответственно, мы, не выясняя потребности о задачах, допустим, обладания гитарой, мы снижаем остроту аргументов, которые могут быть поданы по-разному, если мы говорим, что это в подарок вашему подростку, а это для взрослого мужика, который хочет вернуться к хобби. То есть там можно и речевые конструкции подбирать, и совершенно другие. Ну и сложнее делать сапсыла, потому что, как обычно, отработали лид, но мы ничего не знаем о человеке, о его потребностях. Да, меня поправляет, что апсейл, действительно, опечатка в слайдах. Спасибо за комментарий. Вот там были 3-5 вопросов примерно такой подачи. Для кого, какой опыт, в каком жанре играется, на чем играли раньше и так далее. Вопрос горящий, то есть мы еще выясняли, есть ли источник срочности в получении гитары. В вашей нише тоже существует какое-то количество вопросов, которые необходимо задать. Далеко не всегда можно выяснить все в переписке. Иногда нужно как можно быстрее переключать на звонок. Это тоже нормально. Но первичный скрипт может быть таким вот. Если кто-то здесь сейчас продает онлайн-курсы, обучение, у нас был такой рабочий вариант. Здравствуйте. Спасибо за заявку на обучающую программу. Давайте задам несколько вопросов, чтобы понять, она решит ваши задачи или нет. Если она будет вам полезна, мы сделаем вам предложение. То есть, ну, примерно так это звучало. То есть мы говорим, давайте прежде чем оплачивать, прежде чем что-то делать, решим, вам это поможет или нет. Опять же, доверие, выяснение потребностей и возможность презентовать персонализированным. Еще один кейс, который меня попросили чуть-чуть позаниматься проектом. В итоге я отказался, потому что у них все хорошо, они хотели идеально. Я решил пока не лезть туда. Но там была такая проблема, что есть 50 чатов в день на человека в WhatsApp, там подключена CRM, но есть проблема, что иногда есть длинные диалоги с сомневающимися клиентами. И эти диалоги отнимает время селза, у которого большой объем чатов, и получается, что пытались выяснить причину. Оказалось, что слишком быстро переходили к презентации, к оформлению корзины, и клиент спрашивает, подойдет ли это для моей кожи. Соответственно, то есть на входе селс не фиксировал, какая у человека кожа, соответственно, то есть не понимал, кто перед ним, да, как клиент. То есть, получается, представляете, там, ну, 10 минут переписки в WhatsApp, уже корзина оформлена на 10 тысяч рублей косметики, и спрашивает, подойдет ли это для моей кожи. Это не очень хорошо, то есть нужно вернуться в начало, задать несколько профилирующих вопросов, чтобы с клиентом общаться более последовательно. Вот, смотрите, есть стандартные вещи, этапы продаж, так называемые. Как вы считаете, какой самый важный этап, без которого остальное будет разваливаться или будет хуже отработано? Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, буду читать. Антон, потребности. Окей, какие еще есть идеи? Подготовка. Потребности установления контакта, выявления, доверие, контакт. Установление контакта, Сергей. Все важно. Вопросы и сомнения. Вот большинство людей указывают на правильный этап. То есть, ну, потребности и то, что идет перед ним, потому что если вы не установили контакт, не сформировали никакое доверие, то вам будет тяжело выявить потребности. И если вы слабо поработаете с потребностями, вы не четко будете понимать, кто перед вами, и сделаете такую смазанную презентацию общими словами. Потом, естественно, пойдут возражения и так далее, и так далее. Вот, да, более еще их называют, по-разному есть. Вот в переписке большинство проектов, которые я смотрю, у них страдает этап выявления потребности. На это есть определенная причина, потому что выявлять потребность в переписке это не просто, но, тем не менее, делать это нужно. Иначе мы перейдем к формату вопрос-ответ, и у нас остается в CRM-ке неструктурированный лид, просто с информацией, сколько стоит, и непонятно, что с ним делать. Соответственно, сейчас немного поговорим об этом. Для товарного бизнеса такая некая уловка, фраза-открывашка, сколько стоит крем, сейчас гляну, а какой у вас тип кожи. Вот можно с этим спорить, да, как это звучит, человек спрашивает, сколько стоит, а он задает вопрос встречный. Вот это тема рабочая. И потом мы отвечаем, сколько стоит, и потом уже чуть-чуть, зная клиента, мы начинаем дальше разматывать диалог. Это один из вариантов, не идеальный, но он рабочий. Или вот, например, тоже был кейс строительные материалы. Там были доски, были профнастил. Вот стройматериалы покупаются, чтобы строить дачный домик или дач. То есть там задавался вопрос, сейчас гляну, какая задача, что строить. И в зависимости от этого, узнавая о задаче клиента, мы дальше презентовали все эти стройматериалы правильно, и мы понимали, кто перед нами, чтобы сделать правильные допродажи. Соответственно, заготовьте для своего бизнеса 5-7 вопросов, которые важно на входе базово вытащить из клиента, чтобы понять, кто перед вами, какие есть потребности. У каждого бизнеса свои вопросы. Где-то, может быть, два вопроса потом закрывать на телефон, вытаскивать номер телефона и созвонить. Но, с тем не менее, они нужны. Если у вас там есть отдел продаж, я рекомендую, чтобы это было в доступе, никакой самодеятельности, то есть вот понятные вопросы, без которых дальше двигаться нельзя. Потому что когда, то есть менеджеры продажам люди творческие, иногда они важные вещи пропускают, пытаясь комментировать где-то дальше. И потом могут быть проблемы. Про выявление потребности. Как не превратить выявление потребности в допрос? Потому что если мы зададим 7 вопросов подряд, это будет выглядеть неправильно. Нужно общаться в формате диалога, в формате спин-понга. Я называю это метод сэндвича. То есть вытащили кусочек информации, сказали, что да, мы можем это сделать. Следующий кусочек. Сказали, что да, мы уже такое делали для других проектов. Похвалили клиента. То есть здесь это не универсальный сценарий, но тем не менее общайтесь с клиентом в формате диалога. Вот пример. Человек мне пишет в Инстаграм. Здравствуйте, ваши вебинары, если я куплю, они навсегда останутся? Можно было ответить, да, вы платите за вебинар, у вас все остается. Я там начал общаться. Добрый день, о каких вебинарах речи, какая задача. Поговорили немного, потом сделали созвон. Я узнал, что это, узнал клиента. Сделал предложение, понял, что вебинар ей помогает. И там была сделка. То есть не допрос, а диалог. Закрытие. Следующая точка роста – это делать попытку закрытия сделки или задавать вопрос, побуждающий принятие решения. Потому что бывает следующее, что мы рассказали о продукте, цена, условия, и замолчали. Клиент говорит, окей, понятно, или просто прочитано, не отвечено. Это может происходить в том числе потому, что мы не задали вопрос, побуждающий принятие решения. Несколько примеров, побуждающих принятия решения. То есть я предлагаю оформить заказ, что скажется. Я предлагаю платить вашу корзину, к среде получить заказ, наслаждаться им, как смотрите. Формулировки можно менять, но фактически мы делаем некое предложение, потом задаем вопрос. Ну как вам? Что скажете? Как смотрите? Этот подход я подсмотрел у Евгения Жигилия. Рекомендую его книгу «Мастер аргумента». Там есть много толковых вещей. Возражения, сомнения возникают либо из-за слабой проработки предыдущих этапов, но они всегда будут. Это нормально, всем продать нельзя и не нужно. Несколько примеров. Ответ на «я подумаю». Когда человек говорит «я подумаю», можно задать вопрос, «как вам по деньгам» и вытащить отношение его к стоимости продукта на услуги. Здесь человек говорит, что наличные им пока нет, чуть позже будут деньги. И там попытка узнать, когда будут через недельку, возможно, раньше. Я подумаю. Вот интересный тоже скрипт. Со мной можно на частоту. Обычно я говорю «я подумаю», когда вежливо хочу слить предложение, поэтому буду вам признателен за откровенность. Где я не докрутил или недостаточно донес ценности. И человек говорит, что все понятно, тема интересна, я буду смотреть конкурентные предложения. Тоже хороший вариант. Здесь есть по клиенту ясность. Есть по клиенту ясность, что человек будет ходить смотреть конкурентов, и, соответственно, новые касания нужно делать, учитывая эту ситуацию. Еще один из вариантов про «я подумаю», то есть мы пытаемся узнать, окей, насколько вот наша ключевая задача актуальна в этом месте, например. То есть мы понимаем, что клиент будет думать, смотреть варианты – это нормально, и пытаемся еще актуализировать, насколько тема актуальна, в принципе. Один из вариантов. Я подумаю, вы хотите посмотреть еще варианты? Да, окей, понял. Давайте спишемся через неделю, детально сравним все предложения. Если наши конкуренты будут сильнее, логично будет выбрать их. Если нет, наше предложение будет в стиле «хорошо». То есть один из вариантов – мы предлагаем клиенту сравнить предложение и выбрать лучше. Один из вариантов. Кто-то, конечно, замолчит, кто-то не выйдет на связь, закроется, тем не менее, это можно пробовать. Про дорого. Сейчас вот я говорю о каких-то стандартных вещах, про возражения, кто-то пишет там, что вебинар, там, какие-то начальные вещи. Действительно, сегодня мы говорим очень простые начальные вещи. И в чем особенность? У всех сейчас разные бизнесы, да, кто меня смотрит. И попробуйте вот взять что-то для себя персонально. То есть не надо думать, что вам подойдет все из того, что я говорил. Это не так, естественно. Про дорого. Вот могут быть разные варианты. Ничего не понял о продукте, вспомнил о кредите прямо сейчас. Денег нет сейчас. Кейс про Олимпийку Адидас. Когда я работал в одном из проектов e-commerce сегмента, который является посредником доставки с Таобао, Амазон, и eBay, там был парень, который хотел лимитированную Олимпийку Адидаса. Она стоила 25 тысяч рублей. И был такой диалог, что вот, ой, дорого, там все-таки заставка и 25 тысяч рублей дорого. Выяснилось быстро, что он ждет зарплату. Было намечено новое касание, там, условно, 15 октября. Человек получил зарплату, купил Олимпийку. То есть мы вытащили информацию, что денег нет сейчас, но товар очень нужен, потому что Олимпийка – огонь. Про дорого. Если у вас то же самое, что у конкурентов, но дороже, здесь надо уже заниматься осмыслением вашего ценностного предложения, насколько это актуально. Если там хуже и дороже, да, или там хуже и дешевле, нужно пробовать вытаскивать информацию. А где именно вы видели дешевле, давайте детально сравним, что вам там предложили. Если у вас здесь сегодня присутствует интернет-маркетинговое агентство, ну, вы знаете, да, что тут реклама, стоимость SEO, стоимость разработки сайтов, да, у всех фраза «разработка сайта» – это одно и то же, но под капотом совершенно разные вещи. То есть мы пытаемся разматривать, а где именно вы видели дешевле. Про дожим заказов до ясности. Соответственно, когда мы остановились на каком-то этапе, нужно сделать так называемый call to action и поставить какие-то рамки сроков. То есть все понятно, буду думать. Окей, понял, давайте завтра обсудим ваше решение, хорошо? Посмотрю еще варианты. Давайте в среду спишемся и решим, да, да, нет, нет. То есть мы делаем рамку сроков, и потом спокойненько, прорабатывая свою базу, получаем ясность по каждой сделке. Хорошо, если у вас есть некая причина дедлайна, почему клиенту важно принять решение в эти сроки, то есть действует какое-то спецпредложение, либо просто можно честно сказать, знаете, вот мне лично важна ясность по вашему проекту, там будет оплата или пока нет. Соответственно, если вы используете CRM, у вас будет какой-то, здесь Google-таблица для упрощения, введите клиентов, на чем остановились, следующий шаг, дата следующего шага, поля могут быть разные, столбцы разные, но могу сказать следующее, что многие проекты, у кого есть много чатов и в переписке с клиентами, вот эта базовая вещь не сделана. То есть, представляете, что у людей могут быть 100 чатов в день от клиентов, у них не сделано, на чем остановились следующий шаг по клиенту, дата следующего шага. Это серьезное недополучение результата. Но по сути это базовая вещь о продажах, которые там все знают. Вот там про скриншот, показывающий важность точного, точной связи с клиентом, то есть клиент обещал, оплачу сегодня, на следующий день оплаты не было, я пишу, добрый день, еще не добрались до оплаты, сори сейчас, клиент оплатил. То есть, вовремя сделанное касание ускоряет оплату. Вижу вопрос Антона, просьба скинуть запись, что информация будет полезна, запись будет, про чат-боты, наверное, расскажут ребята из Bittrex сегодня. Моей выступления про чат-боты не будет. Вот один из дизайнеров дожимает ясность по переговорам со мной, он хочет продать свои услуги. Здравствуйте, Виталий, сориентируйте, что будем делать с проектом, на каком у вас этапе? То есть я не отвечаю, через пару дней снова пишет, просите, что настаиваю, всегда я понимаю, что вы, возможно, заняты. Верните, пожалуйста, с ответом, когда будет свободно, понимая статус проекта, мне будет проще планировать свое время. И вас лишний раз дергать не буду. Человек добился своего результата, я ему ответил. Человек делал разные касания с одной целью понять, насколько заказ дизайна для меня сейчас актуален. Вот пример 10 мягких касаний у мессенджеров. На меня вышел человек, и вот такой был лог переговоров. То есть человек хотел мне что-то купить 18 февраля, сегодня оплачу, потом 20 февраля, сегодня оплачу, извините, заболел, нет ответа. То есть была коммуникация, много касаний, совершенно ненавязчивых, то есть одно касание просто. И актуальность была высокая в покупке того, что я продавал. В итоге 28 февраля человек сказал, что купили в другом месте, если там будет плохо, придем к вам. Я как бы перестал писать, и через месяц клиент купил то, что изначально мы обсуждали. Вот если бы я постоянно звонил бы, это было бы отвратительно, это было бы навязчиво здесь. Мы просто, я прояснял ситуацию, насколько тема актуальна. И в итоге была сделка. То есть в мессенджерах здесь есть плюс, они менее навязчивы, чем звонки, потому что сделать 10 звонков за 10 дней воспринимается совершенно по-другому. Здесь у каждого свой барьер, сколько раз писать. Есть правило там не более там трех ответов. Кто-то говорит, что надо писать, пока не заблокируют. Разные подходы. Смотрите под ваш сегмент клиентов, то есть что за люди, что для них привычно, что не будет для них слишком агрессивно. Про повторные продажи. Чуть-чуть поговорим. Вот этот график показывает, что для повторных продаж очень важно, после того, как вы взяли деньги с клиента, не забивать на него, а продолжать поддерживать с ним какой-то контакт. и мессенджеры здесь могут неплохо в этом помочь. Это речь про сервис, который отстраивается от конкурентов. Вот сейчас пару примеров. Вот то, что сейчас я скажу, очень мало компаний делают. То есть они не берут обратную связь на том, что они продали, то есть продали и забыли. И не спрашивают об опыте владения продуктом. Какой-то, может быть, придет шаблонная рассылка про NPS, опрос, но вот расскажите о том, как вы это используете, почти не приходит. Соответственно, отзывы такие типовые, либо их клиенты не пишут. И еще вот некоторые заходы. Это можно настроить в мессенджерах, чтобы e-mail, который заспамлен, не писать. То есть уточните через какое-то адекватное время, как используется товар, который вы продали. И еще вот, ну, я здесь спрашиваю, внедряет ли человек что-то, что он послушал на моем вебинаре. Там вначале человек ничего не делал, потом часть вебинара отсмотрел. И вот здесь для меня это важно, потому что когда человек покупает контент и просто ничего не делает, это не очень хорошо, я беру обратную связь. И, ну, здесь отзыв там пришел, на запрос, как дела, что внедрять. И еще вот это вообще там единицы компании делают, обучать клиента извлекать больше ценностей из продукта или услуги, которые продали. То есть когда мы продали что-то, клиент начинает этим пользоваться. Проходит время. Ну, давайте так, давайте про Bittrex. Просто поговорим, чтобы было больше такого айтишного примера. Я знаю, что многие пользователи Bittrex не извлекают из него максимум ценности, потому что они не знают точно, что им нужно сделать для того, чтобы там, условно, увеличить повторные продажи через e-mail рассылку. Вот я знаю, что Bittrex делает обучающий контент, но есть клиенты, которые говорят, что Bittrex дорогой, что от него надо отказываться, возвращаться в стандартную CMS. Это потому что они не научились извлекать ценности из серии системы. Соответственно, многие товары и услуги, они сложны, и клиент использует только частично, то есть извлекает только часть ценности, которая могла бы быть. Хороший вариант продумать вот путь клиента, продумать какие-то типовые вопросы, барьеры, и потом какой-то рассылкой, каким-то касанием мессенджеров скинуть нечто короткое, которое поможет, короткую информацию, которая поможет извлечь больше ценностей из того, что вы продали. Очень мало компаний действует таким образом, и это хорошая возможность отстройки от конкурентов. Михаил Козлов, речь про CRM или SMS? CMS. Скорее про CRM. Вебинар подходит к завершению. Сухой остаток какой? Выжимаете максимум текстовых лидов, проводя ревизию через таблицу, которую я показывал. То есть посмотрите, сколько вообще их сыпется. Акцент на выявлении потребностей, закрытие, дожим ясности по базе, обратная связь обучения клиентов. Я знаю, что сейчас... ...продажа в переписке. Возможно, вы хотите больше скриптов, конкретно что писать в том или ином случае. Вот есть контент, который за репост доступен в Фейсбуке. Вы можете перейти по ссылке, Михаил, если можно продублировать ее в чат, либо перейти через QR-код, это Facebook Post, делайте репост, вы получите от меня контент, Google таблица, 44 страницы, скрипты, разные тексты сыроват. Это черновик книги, но там есть конкретика, которую вы можете взять, потому что сегодня времени достаточно мало, и понимаю, что бизнесы разные, чтобы не грузить однобокими примерами, я вот собрал файлик, его можно получить. Сейчас готов поотвечать на вопросы, напишите, пожалуйста, в чатике, как вам в целом контент, что скажете по поводу вебинара, есть ли хотя бы одна-две идеи, которые можно внедрять или проверять своих сотрудников, или самим что-то взять. Мне важно, что вы думаете. Евгений, спасибо. Пишут обратную связь, и если можно вопросы побросать, я в течение вебинара подсматривал немного в чатике, там есть пара вопросов, которые либо такие вызвали дискуссии активные, либо прям прямые вопросы. Давайте разбирать. Активные дискуссии, быстро отвечать в чате, быстро это как? Есть ли рекомендованное время или каждый его каким-то образом под себя определяет? Ну, скажем так, я бы хотел, чтобы как клиент, днем, если я пишу в рабочее время, я получал в течение пяти минут ответа. Можно взять как бенчмаркинг Тинькофф Банк, как некую идеальную систему, которые на сложные вопросы мгновенно отвечают. То есть вот, ну, вот я говорил про кейс, где слили 100 тысяч на рекламу, они отвечали пять часов на запрос в чат. Это странно. Просто вспомните свой опыт и стремитесь к мгновенности. Может быть, где-то это автоответы будут, первично будут вытаскивать информацию. Вот. И главное, что дайте предсказуемость. Если вы сейчас не можете ответить, ну, условно, там, вечер, да, сотрудники не работают, скажите, что там, приняли, осмыслили, ответим до 11 утра следующего дня. То есть эффект предсказуемости. Наверняка маркетинг говорил вам, что для каждого канала это время может отличаться. Если вы сейчас сами себе вопрос зададите, условно, как быстро нужно ответить на почтовое сообщение или на сообщение в мессенджере, то это будут разные ответы и для разных отраслей, и для разных каналов. Согласен. Про почту сегодня вообще не говорим, это отдельная тема. Мы говорим про быстрый канал Instagram, WhatsApp, ВКонтакте и прочее. Про почту говорить не готов, там есть свои какие-то стандарты, может быть, там, день, да, в компанию обращения, то есть идет. Но вот надо разбираться, если, короче, выбрать, какой срок должен быть, надо разбирать конкретный кейс, конкретный бизнес, конкретный продукт и смотреть, что там. Был еще вопрос, как начать? Сейчас компания не работает с мессенджерами совсем, как начать? Есть офлайн точки, есть интернет-магазин, мессенджеры не задействованы. Вот первые действия, что следует сделать компании? Ну, хотелось бы, конечно, больше информации, но если у вас есть интернет-магазин... Это автозапчасти, если правильно. Автозапчасти прекрасные, вам точно нужно пользоваться мессенджером. Вот, например, мои, там, ребята, кто чинит мою машину, пока они не внедрили мессенджеры, они меня раздражали тем, что нужно было все время. Они звонили, чтобы рассказать, что стоимость составит 30 тысяч рублей. Вместо того, чтобы сказать... То есть я, как клиент автозапчастей, хочу получить структурированный список запчастей с ценой итоговой и стоимостью работ в чат после расчета без звонка. То есть можно поставить на чат виджеты, сейчас куча есть виджетов, скорее всего, вы получите туда больше коммуникации, чем на телефон, и вы увеличите поток входящих обращений. Потом, возможно, там можно перестроить ваш алгоритм, уже работая с тем, кто уже к вам обратился, не все время звонить или скидывать на e-mail, что-то дублировать в мессенджерах. Можно спросить, вам удобнее на e-mail, все, высылать или в WhatsApp. И, скорее всего, это повлечет ускорение принятия решений, там, заказа тех или иных запчастей. Вот, Роман говорит, что крупные официалы только звонят, а мелкие используют мессенджеры, потому что мелкие компании более адаптивные, они быстро, они борются за каждого клиента. Так, тут же был еще вопрос про стиль коммуникации. Нужно ли отвечать официально или в мессенджерах какая-то такая переписка на «ты»? Ну, на «ты» я бы не писал ни в коем случае, потому что это клиенты, да, это слишком понебратско. То есть я использую какой-то такой простой, вежливый язык. То есть без канцеляризма, здравствуйте, ваше высочество, разрешите ли обратиться к вам через WhatsApp, то есть просто, вежливо, быстро. Сейчас там хороший был вопрос. В Италии, не было эффективных методов сбора контакта, перевода из чата в звонок. Очень хороший вопрос. Действительно, контента этого не было, это проблема. То есть если кратко, что делать, да, когда вам нужно вытащить телефон? Если просто вас спрашивают, сколько стоит, дайте номер телефона, я вам перезвоню, это неправильно. Нужно объяснять ценность того, что вы возьмете телефон и перезвоните. То есть один из вариантов, если такое обсуждение уже длинное, давайте сейчас проведем короткий звонок. Я резюмирую в том, что, то, что я вам объяснял в мессенджерах, и мы полностью картину составим. Так будет быстрее воспринимать информацию. Либо давайте я вам сейчас коротко наберу, расскажу о подходе, вы потом спокойно примите решение. Здесь сейчас принимать решение не надо, потому что люди, когда боятся телефон давать, чтобы сейчас его будут сразу там убеждать, прямо сейчас оплатить. То есть мы объясняем ценность, почему сейчас нужно оставить номер телефона. Может быть, какой-то бонус пообещать. Но я использую обычно... Я начинаю всегда общаться в чате. Если я вижу, что для выявления потребностей мне нужно звонить, я объясняю, что давайте коротко созвонимся и быстро проясним потребности. С того, что я услышал, вам нужно то-то, то-то, то-то. Но для остального хотелось бы вас послушать. Кто-то согласится, кто-то нет. Я можно за финалю вопросом, тоже таким, в общем, троллингом. Голосовые сообщения. В первом... Без разрешения клиента точно нет. Я использую редко с теми клиентами, с кем очень плотно работаю, общаюсь. То есть от клиента внимательно слушаем, сами пишем только текстом, потому что они удобны отправляющему, но не получающему. Соответственно, внимательно слушаем и пишем текстом. Но иногда, если вы... То есть ваши коммуникации позволяют, что там нормально с той стороны относятся к голосовым, можно эмоциями подлить что-то в коммуникацию или даже записать в Телеграме видеообращение, я иногда делаю. То есть я могу клиенту записать 30-секундный видеоролик и что-то там спросить, сказать. Но это вот нужно очень аккуратно, скорее работать только с текстом изначально. Окей, смотрите, вопросы разгорелись, когда мы начали отвечать, но мы на все, естественно, ответить не сможем. Часть взяли. Сейчас нам нужно переходить, будет, ко второй части. Мы Виталию огромное спасибо говорим. Друзья, в чат, пожалуйста, напишите что-нибудь хорошее и доброе за контент, который Виталий сегодня нам подготовил и отдал. Очень много вопросов про презентацию. Будет ли презентация, будет ли запись. Да, друзья, будет запись и презентация. Мы поделимся и тем, и другим на ту почту, на которой вы регистрировались. Спасибо всем, кто говорит спасибо. Мне очень приятно, потому что вы выделили время. Сейчас идет, наверное, 100 вебинаров параллельно и потратили самое ценное, что у нас есть, это время. Кто хочет большего, ничего сегодня не продавал, никакие услуги, товары, просто пишите, если у вас остались вопросы, что-нибудь придумаем. Буду на связи. Да, вот есть страничка, можно поднести камеру, QR-код переходит на страничку и на пост в Фейсбуке, и Виталия достаточно легко найти. Виталий, спасибо огромное. Всем пока, на связи. Да, мы переходим ко второй части сегодняшнего вебинара. Я вначале говорил, что у нас из двух частей общая концепция. Первая мы говорили про чаты, про смысл, про то, что писать именно и как это делать. И во второй части мы с точки зрения техники сейчас посмотрим, как эти чаты удобно обрабатывать системами. Посмотрим на интерфейсах Витрикс24, какие есть технические нюансы, лайфхаки, какие сценарии укладываются в чате, можно ли принимать деньги, забегая чуть-чуть вперед, можно ли писать автоответы. Что сделать, чтобы наша жизнь стала попроще с ответами в разных-разных мессенджерах. Так, у нас в эфире появился уже второй спикер. Константин Попов, представляю. Управляющий партнер компании «Антигравитация», команды, которая как раз занимается автоматизацией разных отделов и компаний на платформе Витрикс24, помогает клиентам начать работать и с продуктом, и с чатами, и с разными-разными техническими нюансами. Константин, приветствую. Добрый день. Меня слышно? Да. У меня звук есть. Друзья, дайте тоже немножко обратной связи. Картинка, звук есть? Да, все есть. Значит, сейчас, в ближайшее время, мы поотвечаем на вопросы, что у нас с точки зрения Витрикс24, что у нас с техникой. Будем показывать вам живые интерфейсы. Очень надеемся, что интернет нас не подведет. Качество канала позволит нам показать все, что есть. Здесь же, в чатике, если у вас есть вопросы, бросайте. Мы будем тоже подсматривать и вытаскивать некоторые из них. А сейчас мы пройдемся по нескольким типовым сценариям, что же можно делать все-таки в чатиках, что можно делать, когда мы скрещиваем их с CRS-системой, и фактически как это происходит. Михаил, скажи, пожалуйста, появилась ли моя картинка на экране, потому что система несовершенна, я обратной связи не получаю. Да, да, вижу картинку, вот только что мы видели презентацию. Если ты ее отсюда будешь показывать... Да, буду отсюда показывать, потому что мне постоянно придется переключаться. Сразу могут небольшие паузы быть, сразу прошу отнестись к пониманию. Соответственно, тема продажи в чатах, и, конечно, хотелось бы эту тему раскрыть как можно более полно на каких-то живых примерах. Мы их подготовили несколько. Давайте начнем, наверное, с самого базового сценария. Это подключение чата, собственно говоря. Как его подключить, насколько это сложно, то есть кто это может сделать, да, допустим. Для этого существует в Bittrex такая вещь, как контакт-центр. Вы сейчас его видите, я надеюсь, на экране. Соответственно, у нас там, как видите, множество значков того, чего вы можете подключить. И помимо почты, телефоне, естественно, да, это у нас и Facebook, и контакт, и мессенджеры, Viber, WhatsApp, Telegram, даже популярный китайский WeChat, Instagram и так далее. Авито, кстати, можно тоже подключить сюда. Но есть довольно многие, кто использует в своих продажах. Ну, онлайн-чат – это то, что на сайте мы видим. Мы сейчас, я об этом расскажу. Ну, начнем, например, с Telegram. Просто, ну, выбрали вот такой канал для показа. Соответственно, для его подключения, ну, здесь нужно подключить определенный токен и получить. Это, ну, с помощью хелпа легко найти. Ну, или к нам обратиться, да, и там внедриться. Соответственно, настроить сам чат для того, чтобы порядок его работы. А порядок его работы, вот здесь вот распределение между обращением. То есть очередь, соответственно, сотрудников. Сейчас здесь один сотрудник, это тестовый портал. Соответственно, как распределяется равномерно, строго по очереди или одновременно всем, кто ответит первым, называется, да, когда у нас несколько человек работает. Время для перехода обращения к следующему сотруднику. Вот здесь определенная задержка, то есть имеется в виду к следующему по очереди сотруднику. Через одну, три, пять минут. Вот, ну, и так далее. Тут есть определенное количество настроек. Но давайте все-таки начнем показывать, как это работает, да. То есть вот Telegram, вот мы этого бота начали с ним взаимодействовать и пишем «Добрый день», «Добрый день», вот, и там, ну, не знаю как, сколько стоит, сколько стоит, да, сколько стоит. Что у нас происходит? Вот это Telegram, да, это ваш, ну, Telegram, я сейчас десктоп показываю, это может быть, естественно, и Telegram-платформа на вашем… Да, соответственно, смотрим, что у нас происходит, что у нас произошло. Вот, у нас этот, так, сейчас, секундочку, чат, чат, звонки, чат, не туда, вышел из контакт-центра, но, соответственно, у нас здесь, вот, возник диалог, вот он. Вот, ну, у нас здесь продолжение диалога, потому что он меня опознает. Я вчера, когда поставил, тестировал, он здесь, здесь продолжение диалога, но вот так он как бы начался, это, значит, новый диалог было бы. Вот, сейчас у нас идет продолжение диалога, вот они эти. «Добрый день, сколько стоит?» Да, здесь это оператор, который сидит в Bittrex и отвечает, как его стоит. Стоит просто прекрасная, цена прекрасная. Цена прекрасная. Отвечаем и смотрим, ага. О, ответ прилетел. Тут мы по правилам должны сказать не сколько конкретно стоит, а за уточняющие вопросы. Мы сейчас все проигрывать не будем, да. Да, простите меня, да. Конечно, с такими вот такими теоретическими, да, лучше специалистом, да, по организации продаж, скажем так, то есть у нас в компании тоже есть такие, вот, я все-таки больше там, более технической части, технической реализации, к аналитике. Вот здесь более-менее там этот, начался какой-то диалог, вот, все, там, раз, написали, спасибо. Ну, дальше там Виталий подсказывал, то есть все здорово, можно было, какие-то вот вещи. Я потом еще вернусь в этот пример и покажу довольно интересный тоже пример дальнейшего диалога. Вот, а сейчас давайте посмотрим, у нас как это выглядит, соответственно, в CRM-системе, вот, то есть у нас это лид, вот, лид, и вот он этот лид, и, соответственно, что у нас здесь? Здесь у нас вот этот диалог, вот он вчерашний диалог был, да, вот он создался лид, когда, как только обращение пришло, то есть открытая линия, с какой открытой линии, источник Telegram, написано все, и, соответственно, мы видим, да, вот он вчерашний чат, а вот он свежий чат, и мы можем, зайдя в лид, обрабатывая лиды, мы можем сюда подключиться, нам не только в контакт-центре можно это делать, ну, в контакт-центре это больше для общей картины, да, посмотреть диалоги. Вот, а конкретного менеджера вот здесь можно, опять же, вот мы опять прилетели, опять прыгнули в этот диалог, и можем его продолжать дальше поддерживать. Так, ну, собственно говоря, да, у нас здесь, ну, это содержание, надо было, наверное, с этого начать, да, то есть что мы расскажем, да, как вот настроить чат уже рассказал, диалог, как выглядят, ключевые вопросы-ответы, провести оплату, вот, соответственно, вот там контакт-центр. Вот следующий вопрос наш, какие вопросы задают в чате? Виталий хорошо рассказывал, но я вам могу сказать так, что на самом деле чат – это такая, ну, как, у вас может быть прекрасный сайт, у вас может быть там хорошо представлена информация, у вас может быть там великолепный прайс, там, с красивыми описаниями, очень удобная схема подбора и все остальное, но фишка в том, что люди очень любят, не любят вообще, не любят ничего, они изучают, они любят, вот, искать информацию, вот, они любят говорить, вот, и, соответственно, в чате основные вопросы, которые будут задавать, они довольно банальные, то есть, ну, практика наших клиентов, она показывает, вот, то есть вопрос будет звучать как? Сколько стоит? Вот, как вам доехать? Вот, есть им наличие, можно ли получить скидку, можно ли купить там что-то еще дополнительно, там, можно ли купить другого цвета, например, кофточку или там еще какой-то для другого? И, соответственно, вот этот диалог, он будет вот таким вот образом происходить и, по большому счету, готовьтесь к тому, что вам нужно будет вашим продавцам вот отвечать на некоторое количество, в основном отвечать на вот такие вопросы. Я, кстати, в связи с этим есть хороший инструмент, например, вот, как я уже сказал, мы вернемся, есть хороший инструмент для вопросов каких-то вот, как бы, как получить скидку, получить скидку, например, да, мы, есть группа вопросов, ну, например, адрес склада или как вам доехать, который тоже в чате могут создавать, вот, и, соответственно, автоответом там, да, можно кидать автоответы так называемые. Вот, например, я настроил, как получить скидку, ну, мне показалось более актуальным это. Переходим, да, у нас возникло новое, видите, уведомление прилетело, то есть все, все поддерживается, то есть Bittrex, он держит менеджер, который работает, менеджер по продажам, он все время находится ВКонтакте, он получает информацию о том, что вот пришел новый вопрос в этом диалоге, как получить скидку. И вот здесь может он выбрать автоответ, вот, по слову скидка. Ну, здесь у нас три автоответа, и здесь вы можете просто выбрать, здесь три варианта, вы подготовили, то есть до 5000 не предоставляется, например, и здесь можете выбрать вот такой автоответ и сразу быстро ответить, то есть, ну, набирать это в течение нескольких, ну, может быть, минуты иногда и так далее, да, там вот эти стандартные ответы. А здесь их можем, да, адресу склада, например, вместе с ссылкой там на какую-то карту и так далее, все это можно записать в автоответы, можно выбрать там другое, да, заказать, да, допустим, вот, или, например, вот, там, допустим, можно увеличить, там, у вас на вашего заказа 5000 есть, например, там, 8000 заказ, а может, давайте вы 10% получите, если до 10 тысяч увеличите, но для вас это выгодное предложение. Ну, здесь пример такого диалога, который был бы, наверное, более такой продуктивный, потому что он призывает к следующему действию во время продажи, то есть возможность некого апсейла, то есть поднятия чека и понятно, что здесь определенные стандартные, вот, а классно, конечно, да, тренированный специалист, он сразу знает набор товаров, которые можно приложить там на 1000, на 2000, ну, в масштабе ваших цен, это могут быть другие, конечно, цифры, вот, и добивать вот таким вот образом до суммы новой скидки. Я могу сказать, что там, по нашему опыту, вот, от 30 до 50% готовы поднять чек ради скидки, там, если действительно там товар, ну, нужен, почему бы нет, да, заказать что-то в запас и так далее. Но, естественно, здесь вот мы видим, опять же, демонстрируя, что в Телеграме этот диалог продолжается, то есть все отражается, все продолжается. Возвращаясь, да, к нашим, как это выглядит, да, вот это так выглядит интерфейс Битрикса много раз показывал, это интерфейс на сайте, того, что мы видим на сайте, диалог вот так он выглядит. Ну, сейчас мы перейдем к самому интересному, вот, ведь одно дело, там, диалог, другое дело продажа. Вот, с последним обновлением у Битрикса появилась шикарная возможность, которую уже наши клиенты тестируют, и сейчас попробую, самое, да, смертельный номер называется, зажигается кольцо на арене, и Лев входит в клетку. Сейчас попробуем сделать самое интересное, то есть сделать продажу прямо в чате. Для этого я сейчас захожу на портал к нашим хорошим друзьям и постоянным клиентам, это петербургская компания Personas, которая занимается хейтингом, пострадавшая, кстати, у нас отрасль, но ребята не сдаются, вот, например, новинки они тестируют, и продажи они себе подключили, то есть вот они продажи, вот, на браузе, блин, я в этом, как и в браузе, авторизованный. Но, неважно, я предлагаю, что такое может произойти, поэтому здесь мы уже создали определенную, этот, можно, сейчас, две секунды, можно попросить тебя сейчас написать, да. Сейчас попробуем сделать новый лип, мне коллега поможет. Подключаем зала, да, и пишем неизвестного браузера. Вот в начале был такой диалог у нас, да, то есть, соответственно, мы тут эту продажу уже, естественно, там проводили, там, в рамках подготовки, да, придумали, как это сделать, но хочется показать и реальный. О, у нас тут еще, ну, пошли те самые, да, нюансы, которых я предупреждал. Гладко было на бумаге, мы забыли про овраги. Так, 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 14 минут назад, так. Это у нас рабочий портал, ребят, поэтому я здесь аккуратненько нам... Живая демонстрация всегда есть, с некоторыми... Да, да, ну, рыжь, да. Так, в контакт-центре уже есть, да, у нас в лидах уже есть, отлично. В лиды переходим. Так, и вот, почему я не могу увидеть его, наверное, мне каких-то прав не хватает. Сейчас попробуем обновить. Так, так, так. Попробую через контакт-центр посмотреть диалог. Список диалогов. А, нет, вот, все, увидели. Лид, а, наверное, куда-то создался, и видно, я неответственный. Сейчас перейду, стану ответственным. О, прекрасно. Прекрасно. Вот я присоединился к диалогу, и теперь можно будет, соответственно, сделать продажу. Вот, для этого, ну, есть несколько вариантов. Мы используем вот кнопочку, которая прямо здесь, в чате, там, добрый день, добрый день, выставляю счет, выставляю счет. Это мог бы быть готовый ответ, добрый день, выставляю счет, если это регулярный ответ, который часто используют коллеги в поддержке. Да, все правильно. Здесь, ну, это сценарий, который надо прорабатывать, сценарий диалогов, и вот здесь вот Виталий как раз в этом плане, он давал информацию, наверное, книги его тоже, я думаю, и есть. И, соответственно, заходим. Что мы сейчас фактически делаем? Мы заранее создали несколько страничек типовых, например, страница о компании, страница, как к нам проехать, страница оплаты, страница нескольких товаров. И теперь мы можем бросить в чат конкретный товар или создать его. Да, принять оплату, вот, и мы выбрали товар, но у нас есть товар как раз за отличную сумму, которая 10 рублей, и сейчас мы этот товар, о, улетел, он улетел, и сейчас у нас будет производиться оплата. Кстати, там лид надо было, конечно, в сделку сконсортировать. Сейчас мы надеемся, что коллега произведет оплату. Вот, пишет, да, все хорошо. Да, что сейчас происходит? Мы не можем показать второй экран, второй телефон, да, но та же самая ссылка улетела либо в мессенджер, либо по смс-сообщению, например, кому-то из ваших клиентов. Клиент, видите, на телефоне, переходит по ссылке и попадает в интерфейс оплаты. Там подключена одна или несколько платежных систем, и удобной платежной системой, та, которая клиенту комфортно, он совершает оплату, и через какое-то время мы увидим, что деньги пришли к нам, оплата совершилась. Если там подключена, например, Яндекс.Касса, по-моему, в этом кейсе примерно так и есть, то она сформирует чек, отправит его по реквизитам, а клиент получит уведомление подтверждения оплаты. Мы получим подтверждение, что с оплатой у нас все окей. Да, и вот это подтверждение получим. Мы сделаем это прямо. Надо ввести данные карты, ну, вы сами знаете, весь этот процесс, вот, поэтому по переходу по ссылке и, соответственно, дальше показать. Я сейчас уже понял, да. Ну, на самом деле я сейчас попробую другого браузера, где я не авторизован. Ну, наверное, принцип будет тот же самый, то есть, что мы этим хотели показать, можно написать в виджете, который мы поставили на сайт, ставится это на сайт на 1SBitrix, или если даже у вас сайт сделан не на платформе 1SBitrix, управление сайтом на чем-то другом, на нашем конструкторе или на каком-то другом конструкторе, вы можете поставить виджет прямо на сайт, в него будут писать клиенты, эти диалоги точно так же, как разные мессенджеры, попадают внутрь CRM-системы, и вы общаетесь, менеджер находится у себя в CRM-системе, и клиент находится здесь на сайте. Был вопрос в первой части, нужно ли брать контакты, и вот в формате, когда это виджет на вашем сайте, и клиент может из него уйти, то контакты, конечно, желательно взять. В том случае, если человек пишет вам из мессенджера, который вы подключили, это там WhatsApp, Viber, Telegram, что-то еще, у вас остается этот контакт, если он вам первым написал, то остаются все права в ответ отправить клиенту какую-то информацию. Сейчас, позже, или даже через месяц, когда вы маркетинговую активность будете выполнять. Да, Михаил, спасибо. Собственно говоря, вот он, как выглядит на сайте, этот диалог. Но это мой вчерашний диалог, в принципе, происходит сейчас на экране то же самое. Вот здесь ссылка на оплату, вот она ссылка, вот здесь вводится. Тут платеж оплачен уже, отмечено, а так, ну, обычные данные и карты, которые вводятся. И вот она оплата, оплачен заказ на сумму, то есть всем эта информация, она в чате проводится и в том числе появляется и вот здесь у нас заказ. Да, и, кстати, она появляется еще вот и здесь. Сейчас мы обновим. Так. Оплачен заказ. Так, я отвлекся на минуту от чата, а там такое количество вопросов. То есть мы здесь можем закрывать уже дальше сделку. Вот платеж прошел. Название платежа, все. Здесь скрин. Спасибо Антону, который помог с этим нюансом. Помог. Самое, наверное, вкусное продемонстрировать. Помог нам 10 рублями. Не пожалел. Отлично. Друзья, смотрите, про этот кейс, наверное, мы тут детально больше рассказывать не будем. Что мы принципиально хотели показать? Мы хотели показать, что в разделе «Центр продаж» вы можете создавать свой, по сути, небольшой интернет-магазин. Там создавать товары, устанавливать на них различную стоимость или загрузить их, например, даже из Инстаграма. Если у вас есть картинки в Инстаграме, можно простым импортом загрузить их себе в Bittrex24 или набить их руками, если у вас их 5, 8, 10. Выставить на них цену и потом просто бросать этот товар в чат клиента. Был вопрос, можно ли делать это от разных юридических организаций, работать с разными юрлицами. Можно. Вы забиваете разные реквизиты, выбираете необходимые реквизиты для того, чтобы выставить счет в B2B или B2C. Даже B2B или B2C на одном портале вы можете развести, если у вас по бизнес-процессам это окей. Так, что у нас еще есть в чатике? Мы параллельно смотрим. Про интеграцию с 1С есть параллельный вопрос. Есть ли она? Если подключена, то да, действительно, этот товар будет забронирован и в 1С, в том числе при продаже или при броне. Вот просят, вижу, показать. Еще раз давай, если можно вернуться на центр подключения каналов различных и остановиться чуть-чуть на них подробнее. Контакт-центр, да. Вот он виден. Значит, здесь... Да-да-да, Михаил, я просто... Здесь есть классические каналы. Да, у нас, видимо, задержка в полсекунды, поэтому мы синхронно начинаем периодически говорить. У нас есть как классические каналы. Телефон, электронная почта. И у нас есть каналы, связанные с месседжем, с сегодняшней тематикой. Что это такое? Это там WhatsApp, Viber, WeChat для западных рынков, Контакт, Facebook, личные сообщения там же, Яндекс.Чаты, если вы пользуетесь, Инстаграм, Телеграм, так-так-так-так-так-так. И в Контакте и Фейсбуке есть диалоги, которые внутри групп, люди пишут вам личные сообщения, И есть еще лид-формы, которые Facebook Lead Ads или ВК сбор заявок, которые тоже очень рекомендую использовать. Они автоматически подгружают из профиля социальной сети человека, заполняют сразу же те поля, которые вы указали в форме. Удобно, здорово, и то, и в другой стороне, опять же. Мы сегодня детально не сможем пройтись по принципам подключения каждого из каналов. Мы для примера показали Телеграм, что это не очень сложная процедура. У нас есть инструкции, я попробую сейчас найти ссылочку на принципы подключения, бросить ее в чат для того, чтобы можно было посмотреть, как каждый канал подключается. Это не очень сложная история, то есть вы самостоятельно, скорее всего, сможете это сделать без каких-либо технических навыков. Ну, единственное, что добавлю, но, надеюсь, меня сейчас слышно, это то, что некоторые подключения, например, требуют дополнительных программ-коннекторов и дополнительные оплаты, например, как WhatsApp. Вот, WhatsApp подключается с помощью программ-коннекторов, вот решение, которое Bitrix предлагает, это Twilio. Есть и другие, мы недавно исследования проводили, где-то 6 или 7 сервисов, там, WhatsApp и так далее, которые помогают тоже подключить, интегрировать WhatsApp с Bitrix24. Предлагаю двинуться к следующему сценарию. Да. Автоматизация. Сейчас, скажем так, самая такая вещь интересная, я уже там частично, то есть у Bitrix много разнообразных схем автоматизации, то есть вот у нас есть так называемые, а, ну, автоответы я уже показал, есть роботы, на экране вы видите внешний вид робота, вот здесь довольно такая более простая, скажем так, настройка, которая более интуитивно понятна, и которую, в принципе, наверное, без каких-то можно специальных знаний, действительно, лучше в Келдес, подключить попробовать. Есть бизнес-процесс, чуть более сложный, потому что здесь нужно владеть алгоритмическим языком, понимать, как взаимодействуют между собой элементы и сущности Bitrix, ну, тем не менее, там просто можно реализовывать более интересные, более сложные сценарии. Я бы сказал, что там существует довольно навороченное решение, которые делаются для Bitrix и, соответственно, помогают в продажах. Что касается роботов, это у нас, сейчас покажу, автоматизация, которая, ну, в ледах, в сделках, вот видите, эту кнопочку роботы, вот здесь мы их открываем, и, соответственно, здесь настраиваем, да, я в ледах настраивал робота, да, и не на боевом сайте, а на нашем сайте вот таком. Здесь уведомление, то, что вот я сейчас показывал, вот оно уведомление, которое можно через одну минуту приходит сюда при создании леда, вот оно здесь появляется, выскакивает в качестве оповещения в виде колокольчика вот этого, в котором появляется вот эта информация о том, что у нас не завершена обработка леда, да, то есть необходимо смотреть... Давай мы попробуем по бизнес-новым сценариям немножко подсказать, то есть что можно с помощью этих роботов, ну, то есть автоматических действий, алгоритмов сделать. У нас есть несколько типов роботов, которые, например, могут связываться с клиентами. Ну, вот автоответы, про что сейчас говорили, это можно делать автоматически, то есть как только к вам упал какой-то диалог, ну, не только диалог, может быть, там, письмо и все что угодно, вы настраиваете автоматически робота, делается это прям вот мышкой, через определенное количество времени, там, через одну минуту, через две минуты на второй час отправить клиенту какое-то сообщение. Допустим, мы в нерабочее время не сможем обработать такой диалог, никуда не передвигается этот чат, ничего мы с ним не делаем, мы говорим, пожалуйста, напишите, там, вот типовое коммерческое предложение, которое вы можете пока почитать, ознакомиться. Либо даже в рабочее время, если мы не укладываемся в какой-то тайминг. Это могут быть сервисные сообщения. Ваш заказ прибыл в пункт выдачи, заберите его, пожалуйста. Или что-то, что мы хотим по наступлению определенного действия клиенту написать, сказать. Называется это сервисным сообщением. Спасибо за ваш заказ, или вот эта стадия определенная, например, товар в пункте выдачи, то есть тоже можно сделать роботами. Есть роботы, которые предназначены для контроля, например, за временем. Мы говорили, что очень важно отработать это время. Робот точно так же может следить. Ничего не происходит в сделке, он может напомнить менеджеру. Вот то уведомление, которое только что Константин показывал, оно может быть в простом формате, уведомление в чат. Оно может быть в более сложном формате, уведомление, там, чуть не в SMS-сообщении менеджера, который должен обработать. А может быть уведомление его руководителю. Менеджер не успевает, перераспредели лид. Или автоматически он снимает лид с этого менеджера, на которого распределен диалог, передает его другому менеджеру. Такое тоже возможно. То есть робот может следить за скоростью обработки и напоминать менеджеру или руководителю, или даже передавать лид куда-то в дальнейшем. Роботы могут взаимодействовать с рекламой. Ты планировал рассказывать, показывать нам что-нибудь? Ну, нет. Или просто мы будем... Я бы единственное, чтобы я добавил бы еще один момент о том, что ты начал говорить про уведомления. Я бы хотел сказать, что еще можно через смс, и даже продажи через смс можно проводить в чатах. То есть не только в мессенджерах, но через смс мы можем сделать продажу и, соответственно, и роботы тоже настроить. Но единственное, что для этого нужно подключить какой-то сервис, который смс-коп-то уж платный. Ну да, смс-коп-то через определенного провайдера отправляется. Да, использовать смс тоже можно. То есть у нас до сих пор, ну, для того, чтобы у нас была возможность взаимодействовать с людьми, в том числе у которых мы... Нет, хотя у них, наверное, все меньше, меньше. И про еще один кейс расскажу. Кейс рекламный, что с роботами можно делать. Если у вас не быстрые продажи в B2C, вы работаете в B2B, цикл сделки достаточно длинный, можно на разных этапах греть, так в терминологии продаж, клиента. Если он попал к вам в воронку на начальной стадии, вы можете его номер телефона и электронный адрес попробовать добавить в рекламные аудитории, в ремаркетинг, ретаргетинг, для того, чтобы его реклама догоняла. Вот только он начал с вами диалог какой-то, и его догоняет реклама. Смотрите, какая мы классная компания, вот какие кейсы и клиенты у нас есть, вот как довольны с нами работать предыдущие участники наших, не знаю, семинаров, вебинаров, клиенты или кто-то еще. Как только мы завершили работу с клиентом и больше там рекламы догонять его не нужно, добавляем его в аудиторию исключения и перестаем показывать на него рекламу. Запускать это можно прямо внутри воронки, если, опять же, повторюсь, цикл достаточно длинный, либо это можно использовать для дальнейших продаж. У вас завершились сделки, вы пытаетесь продать новую часть своей продукции или ту же самую продукцию, которая необходима через день, два, месяц, год тому же клиенту. Делать это можно рассылками, делать это можно ретаргетингом, ремаркетингом и автоматически, повторюсь. Как это делать в воронке, есть вопрос. Настройка роботов. Мы вот сейчас показали просто слайд, не рассказывали детально, как настраивать роботов. Не успеем сегодня все технические подробности, конечно же, показать. Есть большое количество мануалов, ну, либо можно будет постучаться потом к коллегам из антигравитации, я знаю, что там будет специальная прям возможность правильно постучаться, в конце вебинара про нее расскажем. И коллеги помогут. Ну, собственно говоря, да, Михаил, спасибо. Есть еще такая вещь, как автоворонки, но я могу сказать, что немногие используют, к сожалению, хотя инструмент довольно мощный. С другой стороны, все-таки CRM пока что еще у нас в основном используют B2B компании, ну, так наша практика складывается. В B2B там каждый контакт более ценен, его, в общем-то, вручную можно обрабатывать. А вот ситуация, когда B2C, то есть когда у нас там многие тысячи контактов, с которыми мы взаимодействуем в процессе работы, то есть база накапливается, как с ней взаимодействуют. Здесь подойдут автоворонки, то есть это возможность настроить цепочку автоматических взаимодействий с клиентом с помощью электронной почты, например, рассылки, в зависимости от того, какая реакция будет у аудитории. То есть мы послали первую рассылку, там про этот, те, кто открыли письма, им послали следующую рассылку и так далее. И вот ведем, соответственно, по данной воронке к определенному сценарию продажи. Ну, можно в том числе вплоть до автоматизации и процесса продажи. Ну, правда, нет, саму ссылку, конечно, надо будет настраивать, это вручную уже завершать, но, тем не менее, довести клиента до состояния, когда он будет готов купить, с помощью этого инструмента можно, и на больших аудиториях это работает и забывает эффективно. Ну, собственно говоря, пора уже переходить к подаркам, которые мы приготовили для аудитории в рамках нашего мероприятия. Да, я смотрю, уже как раз время нормально подошло, чтобы еще я озвучил подарки и вопросы пойдем. Да, говорится, обычно воронки не всем вот разобраться. Ну, да, есть такая вещь, хатушное замечание, если вы по этой воронке. Как вы можете читать комментарии из чатика, что не все способны разобраться технически с настройками воронок. Ну, повторюсь, не цель сегодняшнего вебинара, чтобы каждый участник вебинара технически мог все настроить. Важно понимать принцип, что с точки зрения бизнеса это возможно, и если это возможно и нужно бизнесу, то можно попросить либо своих коллег, либо интеграторов наших партнеров настроить так, чтобы это внутри работало. Не цель понимать и настраивать собственными руками все, что только не приколочено. Ну, еще про чат-боты. Вот, кстати, Виталий еще тогда. Давайте уже я тогда про чат-боты чуть-чуть скажу, потому что я вижу, даже и вопросы идут. Давайте мы как бы различать. Есть два варианта чат-ботов. Есть чат-боты, которые обучаемые, которые с определенными словоформами взаимодействуют и дают свои ответы. То есть у нас словоформы, то есть... сопровождение по... Ну, по... По... Увижу. О, картинка моя видна, неужели? По словам. А, да-да-да. Это та, которая загруженная, да? Я правильно понимаю? Соответственно, да, это... И в Битрексе есть этот механизм для обучения тучи от бот, который можно использовать для взаимодействия с клиентами. Как уже говорил Михаил о том, что вы не всегда можете быть на связи онлайн. Но, соответственно, не буду этот... Для этого можно использовать чат-ботов, которые могут поддерживать какой-то диалог. И есть следующий уровень, то есть следующий уровень, он тоже доступен в Битрексе, но уже не Битрекс, а там партнеры. То есть это компании, которые занимаются искусственным интеллектом. У них есть... Это платформы. Ну, например, Just.ai, там, платформа компании. Ну, уж прекламируя Милоджик, потому что известная компания, она партнер Битрекса, у нее есть интегрированное приложение. Но там надо понимать, что в данном случае уже мы реально будем настраивать определенного интеллектуального бота, который работает даже с измененными словоформами, то есть нечеткие совпадения, он тоже улавливает, пытается, ну, если так громко, наверное, сказано, но, тем не менее, понять смысл вопроса, который ему адресован, и ведет уже натуральный диалог. Опять же, на больших количествах, на больших цифрах, на больших количествах диалогов это может очень существенно помочь. Хотя вот искусственный интеллект, конечно, в этом. Больше у нас пока что в фантастических фильмах, то есть не ожидайте прям какого-то там прям диалога, прям сумасшедшего. Но, с другой стороны, вы сами можете там купить, пользуются Алисой колонкой и так далее, знают о том, что, в принципе, довольно неплохие диалоги получаются. Но надо понимать, что там еще определенный бюджет надо закладывать, потому что бюджет на настоящий интеллектуальный год он сравним примерно с годовой зарплатой специалиста. То есть, понимаете, да? Где-то вот такие должны быть цифры использовать, но причем не провинциального специалиста, все-таки ближе к крупным городам, миллионникам. Но в Санкт-Петербурге, в Москве здесь более понятная бюджетная ситуация. Но если говорить про ботов, то в целом, если у вас достаточно типовые вопросы и ответы, их достаточно легко алгоритмизировать, то есть прописать соответствие, тогда все окей, и можно использовать бота на больших объемах. Если у вас экспертные продажи, то, скорее всего, это ручная обработка, человеческое отношение и экспертиза на стороне вашего сотрудника. Да, все правильно. Ну и я перехожу к подаркам. Подаркам от нашей команды «Антигравитация». Здесь у нас первый подарок, как всегда, лучший подарок – это книга. Все. Люди, воспитанные в Советском Союзе. Ну, человек из Канкт-Петербурга, сразу видно. Соответственно, здесь мы подготовили книгу, мы здесь свой опыт обобщили. Уже там восьмилетний опыт перевода оффлайна в онлайн, то есть оффлайновых бизнесов, продаж в онлайн. И, соответственно, там еще есть такая вещь, как объединение. То есть на самом деле, вот оффлайн и классические магазины оффлайновые и онлайн, они друг другу не противоречат, они взаимодополняют. Есть такой даже термин «омниканальность», который говорит о том, что нужно взаимодействовать с клиентом и продавать ему во всех возможных каналах. Вот эта книга – это пять чек-листов, которые помогут вам запустить подобную омниканальную версию вашего бизнеса. Не просто выйти онлайн, понимаете. Это уже, наверное, все давно сделали, но результаты не всех радуют. Соответственно, в этой книге вы это получите. Книга будет скачать. Да, ссылка на скачку придет вам по итогам. Будет рассылка, в которой будет данная книга находиться. И, соответственно, там еще будет предложение для тех, кто захочет все-таки перейти и воспользоваться сумасшедшим просто, на мой взгляд, предложением. Сейчас то, что Bittrex сделал, наконец, интернет-магазин плюс CRM. В одном платформе, то есть он у него Bittrex управление сайтом, и Bittrex 24 объединил в одну платформу. Вот здесь тот, кто захочет этим воспользоваться, мы, соответственно, дарим настройку интернет-магазина. Ну, детали это будут все в рассылке. И возвращаясь к теме нашего сегодняшнего, у нас здесь ссылка. Сейчас я эту ссылку тоже положу в чат. Ну, естественно, рассылка будет по итогам. Это у нас... Я понимаю, что... Ну, и тут немножко, конечно, сбивчиво, да, прошу прощения, что сценарий немного с продажей у нас так. Вот, спасибо Михаилу, поддержал словом меня, подбодрил профессионал. Соответственно, кто хочет... Вот у нас есть, в принципе, обучение, конечно, мы продаем за 2000 рублей в час, обучаем нашим партнерам. Вот здесь мы решили предложить за 490 рублей персональное обучение или даже настройку, там, тех же самых продаж в чатах, смс за те же 490 рублей. Мы это спокойно сделаем, там, у вас на вашем портале или, там, поможем вам разобраться с порталом. И самое интересное, что сама продажа будет осуществляться именно на, вот, по этой ссылке, именно в чате. Вы там не ищите... Вот сейчас, прости, пожалуйста, перебью. Правильно я понимаю, что мы сейчас сценарий, который пытались показать в процессе вебинара, показываем вживую. Если по этой ссылке перейти, оставить заявку, то мы сейчас даем возможность оплаты, не 10 рублей, правда, чуть побольше, за вычетом 10, да, вот 10 рублей мы уже получили в этом вебинаре, поэтому 490. Вот, мы даем возможность сейчас оплатить обучение прямо в чате и проверить технологию, как это работает. Смотрите, вот она вживую подключена. И получить час обучения. Да, да. Оно... Окей, это... Телефон, ну, надо зайти по ссылке, не оставлять заявку, там прямо в чате. Вы просто пишите в чат, там у нас сидит обученный специалист, который сейчас принимает от вас уже в этот... Кто уже готов, принимает продажу. Соответственно, там в этот... Ну, можно я продемонстрирую экран? Сейчас включу демонстрацию экрана. Михаил, пусть ты меня там, ты же как бы рулишь всем этим. Начать пока с экрана. Вот, соответственно, когда вы попадете сюда, ну, прочитаете здесь, там, естественно, и промокоды с Пилата Битрикса есть. Вот, вот здесь, прямо здесь пишите, ну, где хотите, да, и специалист, ну, например, там в онлайн-чате, и здесь открытая линия, в которой специалист ожидает продажу прямо на этот онлайн, и, соответственно, он проведет вам, ну, увидите, как это работает с точки зрения клиента, а потом по итогам обучения вы у себя получите эту компетенцию и настроите у себя эти продажи. Специалист сидит и ждет, когда напишет... Вот, или это... Вот, что-то там еще там ждет, непонятно. Ну, оплата идет, да. Значит, чтобы немножко обобщить из того, что мы во второй части показывали. Значит, мы говорили о том, что все каналы, в том числе мессенджеры, сегодня мы про мессенджеры в основном говорим, и мессенджеры соцсетей, и отдельные мессенджеры, нужно подключать к CRM-системе. Делается это через интерфейс контакт-центра в Bitrix24. Мы детально не рассказывали про каждый канал, но показали на примере Инстаграма, что он подключается, и все сообщения, которые клиент пишет вам в мессенджере, видны у вас внутри CRM-системы. Это очень удобно с точки зрения обработки. Менеджер находится в одном окне и не бегает между разными мессенджерами. И это очень удобно с точки зрения работы с клиентами. Все данные про клиентов, которые мы можем забрать, они остаются у вас внутри CRM-системы. Вы потом с этими данными будете работать. Мы сегодня не показывали вам функционал работы с клиентами дальнейшей, например, функционал CRM-маркетинга. Просто с текстом говорим, что вы потом всех этих клиентов, которые оставили у вас заявки, в дальнейшем сможете прорабатывать отдельно. Выбрали всех, кто пришел у вас через Телеграм-линию, например, и отправили им какое-то сообщение, нацелились на них рекламой или в рамках своей акции что-то с ними сделают. Значит, первое. Все каналы подключаются внутрь CRM-системы. Второй момент. С этими каналами вы работаете, можете работать готовыми ответами. То есть помощь в автоматизации процессов. Можно отправлять ответы сразу же автоматически, предустановленные. Можно набить себе несколько шаблонов, типовых ответов, которые можно использовать. Если у вас большой поток заявок, то, конечно, это намного быстрее, проще, исключает ошибки при наборе и просто сильно ускоряет процесс. Третий момент. В чатах, как мы и в первой, и во второй части поговорили, мы можем не только отвечать на запрос, сколько стоит 25 тысяч, мы можем строить диалоги и даже завершать процесс покупки прямо в чате. Мы демонстрировали, и вот сейчас только что говорили, пожалуйста, можно попробовать эту технологию по предложению от компании «Антигравитация». Можно посмотреть ролики у нас, но принципы поняли. Прямо вам в чат приходит ссылка, и в чате же завершается продажа. Если у вас цена сделки не очень высокая, вы продаете там ни дома, ни квартиры, ни автомобили, пожалуйста, подключите такой канал, тем более в текущих реалиях, когда физически встретиться вы не всегда можете, и непонятно, сколько еще там в вашу оплайн-точку клиента ходить не будут. В чате очень удобно это делать. Мы говорили про автоматизацию дальнейшую, сейчас детально рассказывать не буду, что можно с ней сделать, и вот на нескольких блоках сегодня мы останавливались про работу в чате. Используйте обязательно CRM-систему. Как это сделать, коллеги из компании «Антигравитация» могут детально рассказать. Мы сегодня по верхам, честное слово, немножко побегали, просто показать возможности и направления, которые нужно посмотреть. Да, спасибо. Ну, могу сказать, да, у нас, кстати, уже Анастасия приобрела вот этот час уже в чате, так что состоял еще в чате. Есть уже продажи, все работает, коммерсия работает. Да, работает. Еще могу сказать, там есть вопросы по чатам, по открытым линиям, это тоже можно в рамках этого предложения, не только там продажи в чате. Если вы не готовы к продаже, нет вопросов, давайте подключим вам открытые линии, за час можно подключить в десяток. Ну, там немножко подготовиться заранее, но это действительно несложная вещь, и показать, как настроить, но тем не менее, там с настройками быстро разобраться, опять же, помочь вам, потому что сэкономить время на обучении, если там, чтобы вы его потратили уже на последующие продажи, на зарабатывание денег в основном бизнесе с вами. Автоматизация салона. Ну, есть кейсы, кейсов на самом деле достаточно, и по авто, точно по автозапчастям есть, по автозвуку есть что-то, по автосалону, я так понимаю, там продажи. Ну, может быть, да, там что-то не надо посмотреть. Нет, ну, как бы, машины продавать через интернет, да, это здорово. Это вот такая новая вещь. Хотя их открыли вот на днях, буквально, на автосалонах. Ну, к слову, я слышал про кейсы, но это мировые, я не знаю, насколько они реальны, что совершилась продажа автомашины в чате. Я не знаю, сколько штук таких продаж, но, как минимум, продажа сервиса в чате автомобильного совершенно легко делается. и, там, если автомобиль пока еще в чат не пролезает по сумме, то остальные услуги... Это да, это вообще не супременно. То есть, как бы, две услуги... Вот коллеги пишут про кейсы продажи квартир в чате. Ну, то есть, да, стирается постепенно граница. Ну, и на самом деле, вот этот карантин, который мы сейчас переживаем, я уже запутался сколько времени, он, конечно же, подтолкнет все отрасли к тому, чтобы удаленно и оплачивать большие суммы, и больше доверять технологически и чатам, и, там, интернет-магазинам, сайтам, все, что не связано с физическим присутствием. Это, ну, то есть, это хорошая новость, как любят говорить, аналитики. Ну, вот, там, Тесла продается онлайн, вот, да, но в Америке ничего только нету. В Америке даже есть вендинги автоматы по продаже автомобилей. Стоит вот такая дура, 10-метровая, там, штук 10 автомобилей, и вы, действительно, там, были 5, там, автомат, сколько их там помещается. Реально можно, там, взять, подойти, там, заплатить картой, и тебе выйдет автомобиль, как с шоколадкой сейчас вот покупать. Надеюсь, она не падает так же, как кофе или банка с газировкой. Какие-то, какие-то, какие-то. Из вендингового автомата. Да. Друзья, завершаемся. Мы в полтора часа практически уложились, тут две минутки мы залезли. Спасибо огромное, что были с нами. Напомню, что записи вебинара и презентации, которые мы сегодня показывали, с рассылкой придут к вам на почту, по которой вы регистрировались. Если у вас остались какие-то вопросы по работе CRM-системы, то вот на слайде перед вами контакты Константина. Можно напрямую к нему. Ну, и коллеги пришлют вам письмо с книгой, которую Константин обещал вам в подарок, и можно будет в ответ на это письмо задать любой вопрос по настройке работы системы, по консультации, по любым услугам, которые связаны с автоматизацией чатов на платформе BITREX24. Спасибо большое, друзья. Спасибо большое всем участникам. Спасибо, Михаил. Виталию спасибо тоже, который хорошо очень тем у нас стартовал, раскрыт. Да. Отлично. До новых встреч. Всех благ. Субтитры подогнал «Симон»!